То есть, это наш плюс. Вот если поставить сегодня, скажем, Чечению и, скажем, Дагестан, то у Дагестана есть для стартапа, вот их бонус, это выход к Каспийскому морю. Это бонус. Но нет нефти. У нас же бонус это нефть. Поэтому даже я не понимаю таких вопросов. А вот сможем ли? Да, конечно, не то, что сможем. Это как раз то, что сделало бы нас экономически развитыми. Мы сегодня с вами экономически не развиты. Только лишь потому, что на этих 30 миллиардов мы с вами сидим. И даже если бы я сидел здесь и надувал шарики, были бы те, кто говорили, Маша Аллах, как он красиво надувает эти шарики, посмотрите. И были бы те, кто говорили, посмотрите, как он это делает высокомерно, с каким видом он это делает. Тумсо, видел где-то, что на Чечню Россия выделяет где-то 30 миллиардов рублей. Ясное дело, что большую часть забирают себе наместники. Но разве Чечня сможет за счет своей нефти столько получать? Друзья, вот эти вот разговоры про то, что Россия что-то там выделяет, я вообще не понимаю, как можно подобные вещи на серьезных щах обсуждать. Россия ничего не выделяет. Россия у нас забирает. Вы поймите, вот представьте, что вы небольшая такая семья со своим семейным бизнесом. Давайте вот такую простую аналогию я приведу. В Италии, в европейских странах бывает много таких, знаете, вот именно семей, которые из отца к сыну и так далее, ко внуку передают какое-то ремесло. И уже там на протяжении сотни лет они кто-то делает мебель, кто-то там, вот недавно я смотрел по Евроньюз, какие-то золотые, очень-очень такие тонкие листочки делают. Это единственная семья в Италии сейчас осталась одна, они этим занимаются. Вот представьте, что вы вот такая какая-то семья, вот что-то, у вас какое-то свое ремесло. Ну, предположим, очень хорошо вы делаете там подошвы для обуви, давайте вот так условно скажем. Очень круто. К вам приходят, вот я покупаю обувь брендовую, но к вам прихожу, чтобы вы мне сделали какую-то мощную на нее подошву, потому что вот очень круто это делать. И вот представьте, вы, значит, занимаетесь этим бизнесом, этот бизнес приносит вам доход для того, чтобы вы жили, процветали, вы там как-то расширяетесь. Потом приходит какая-то большая там семья, она, значит, у вас, ваш бизнес у вас отжимает, но отжимает его таким образом, говорит, так, вы теперь работаете на нас. Все то, что вы зарабатываете от клиентов, вы будете отдавать нам, а мы уже от того, что вы здесь зарабатываете, мы будем вам давать какую-то часть дотаций, на которой вы будете жить. И это не вопрос договора, нас просто ставят перед условием, иначе нас всех убьют. И вот мы с вами дальше работаем, мы очень крутая семья, мы очень круто делаем эти подошвы, но теперь все те деньги, которые мы зарабатываем, мы их даже не получаем. Эти деньги сразу вот здесь сидит вот человек, у входа у нас сидит человек, это той семьи, ему платят деньги, а мы работаем. Потом один раз в месяц вот эта семья выделяет нам, скажем, 3000 евро, 30 миллиардов написал, 3000 евро, допустим, нам на нашу семью, на то, чтобы мы жили. И вот представь, потом приходит человек и говорит, вот 3000 евро вам каждый день выделяет семья Капулетти, а вот если эта семья уйдет, если она вот перестанет вас контролировать и давать вам эти 3000 евро в месяц, сможете ли вы за счет своего бизнеса семейного прокормиться? То есть, понимаете, вот насколько поменялось в наших головах, произошла подмена понятий, то есть мы с вами, которые прекрасно бы развивались, если бы все наши средства куда-то бы не забирали и потом оттуда какие-то подачки нам не давали, из которых большинство еще и разворовывается, обратно откатывается в Москву, если бы вот этого всего не было, мы бы с вами процветали. И дело не в нефти, поймите, нефть это вообще зависеть от сырьевой экономики, это путь в никуда, это вот как Россия сейчас, мы не должны даже к этому стремиться. Нефть это наш такой, знаете, бонус, это капитал для стартапа, то есть это наш плюс. Вот если поставить сегодня, скажем, Чечению и, скажем, Дагестан, то у Дагестана есть для стартапа вот их бонус, это выход к Каспийскому морю, это бонус, но нет нефти. У нас же бонус это нефть, но нет моря, понимаете, у каждой территории есть какие-то вот свои плюсы. Но это не основа, основа для экономического роста, она вообще в других экономических приемах, это надо говорить с экономистами, они вам расскажут, у них очень много возможностей. Когда ты с человеком-экономистом, с экономическим образованием, ты говоришь про Чечению, про возможность развития, он такие варианты предлагает. Туризм, офшорная зона, много всего, производство, привлечение иностранного капитала, очень много. Нефть, она стоит где-то там в конце, нефть, она не столь даже интересна, понимаете. Поэтому даже я не понимаю таких вопросов, а вот сможем ли. Да, конечно, не то, что сможем, это как раз то, что сделало бы нас экономически развитыми. Мы сегодня с вами экономически не развиты, только лишь потому, что на этих 30 миллиардов мы с вами сидим, или на 300 миллиардов, как там Гадыров говорил, заоблачную сумму называл. Мы с вами сидим на какой-то подачке из Кремля, поэтому мы с вами и не развиты. Развитые в этом мире, посмотрите, какие страны являются развитыми. Те страны, которые построили хорошее производство, у них нет, у них может не быть никакой нефти, у Швеции нет нефти. Но Швеция одна из мировых лидеров экономики. Здесь столько всего производится семью на известного. Даже Scania, Volvo, даже IKEA. Сколько всего там брендов одежды, это все шведские компании. Поэтому возможностей для развития полно. И нефть это вообще не главный фактор в развитии. Халит, ассаламу алейкум, саваш Тумсо. Я видел в тебе высокомерие, когда ты споришь с собеседниками. Я понял, что все мы люди, и ты не можешь во всем мне нравиться. Мы не пророки, я люблю тебя ради Аллаха, брату. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Когда я веду какие-то публичные дебаты, дискуссии с форой, вообще любую деятельность, вот сейчас то, что я делаю. Это кому-то может нравиться, кому-то может не нравиться. Кто-то может в моей мимике увидеть какое-то высокомерие, презрение. А кто-то наоборот. Это в основном, знаете, это все зависит от внутреннего состояния человека. Изначально мы, когда мы имеем какое-то предубеждение, когда мы изначально предвзяты к человеку, то что бы он ни сделал, любая причина, мы ее будем воспринимать как какой-то негатив. В этом нет ничего плохого. Я являюсь публичной личностью, я поэтому изначально готов к этому. Меня никак не огорчает, что кто-то что-то там как-то подумал. Ничего в этом нет страшного. Сегодня ты так подумал, завтра ты можешь свое мнение изменить. И даже если бы я сидел здесь и надувал шарики, просто надувал бы шарики, делал узлы, и вот здесь вот показывал, и больше ничего не делал. Не говорил бы ни слова, ни хорошего, ни плохого. Вот весь мой контент состоял бы из того, что я надуваю разные шарики. И были бы те, кто говорили, маша Аллах, как он красиво надувает эти шарики, посмотрите. И были бы те, кто говорили, посмотрите, как он это делает высокомерно, с каким видом он это делает. Понимаете, это так или иначе фон любой общественной деятельности. Поэтому меня это не огорчает. То, что тебе что-то показалось, и ты это так воспринял, ну, такое бывает. Я знаю себя, я знаю свои проблемы, я сам анализирую какие-то свои действия, прослушивая или просматривая какие-то свои споры, дебаты, я тоже делаю какие-то выводы, считаю, что где-то что-то сказал неправильно, мог бы сказать это лучше, если бы я делал вот так и так далее. Я тоже над этим веду работу и пытаюсь совершенствоваться, каждый раз как-то исправляться. Вы должны это просто оценивать, и если вам это нравится, вы можете об этом говорить, вы можете это не говорить. Если не нравится, так же вы можете говорить, можете об этом не говорить. В общем, в этом нет никаких проблем, я на такие вещи не обижаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok